Тему преступлений российской армии на территории Харьковской области мы обсудим с Дмитрием Чубенко, это спикер Харьковской областной прокуратуры. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Только что сообщил нашим зрителям о том, что сегодня утром очередной варварский обстрел в индустриальном районе вашего города. Вот когда такое происходит, как прокуратура фиксирует факт военного преступления, поскольку это мирная инфраструктура, мирные люди, тут нет никаких сомнений, как кодифицировать подобного рода атаки. Вот технологически как происходит? Кто-то из вашего ведомства едет туда, когда там еще работают спасатели. Расскажите немного об этом. После каждого обстрела на месте военного преступления работают сотрудники следственных органов, полиции, либо СБУ и сотрудники прокуратуры. Основное направление работы на месте преступления является фиксация военного преступления, фиксация доказательной базы. Доказательной базой в данной ситуации у нас являются осколки вида вооружения, которое использовалось. И также в дополнение мы еще делаем осмотр места происшествия с фиксацией угла и GPS-координатов места попадания, что является также доказательством использования с определенной стороны этого вида вооружения. Потом в дальнейшем от военнослужащих противовоздушной обороны получаем информацию о траектории полета ракеты, место ее запуска и все это приобщаем к материалам уголовного производства, что дает нам возможность в дальнейшем иметь полную картину, место запуска, траектория полета, место попадания, обстоятельства удара, результаты удара и осколки этого боеприпаса. Также на информацию от противовоздушной обороны мы получаем скорость полета ракеты, что также потом в дальнейшем подтверждает именно использование этого вида вооружения, которое в дальнейшем по осколкам идентифицируется экспертами как определенная модель. То есть у нас есть ряд прямых, косвенных доказательств, которые все приобщаются к материалам уголовного дела и складывается одна общая картинка. По каждому факту, Дмитрий, по каждому, вот сегодня произошло в индустриальном районе отдельное производство? Или это некое одно большое... Да, отдельное уголовное производство, да, по каждому обстрелу и таких обстрелов в Харькове, в области, сначала полномасштабного вторжения уже более 25 тысяч. То есть 25 тысяч дел? Да, именно так. И, ну, это какая-то группа ведет, очевидно, специалистов, ваших коллег. Скажите, вот вы говорите, устанавливается, тут межведомственная важна кооперация, устанавливается, откуда был запуск. То есть это для того, чтобы установить конкретных ответственных, конкретных преступников. Вы этим занимаетесь или это уже прерогатива будет международного суда, международного следствия? Сейчас выработана такая система, что сбором доказательной базы, ее анализом, расследованием занимаются украинские правоохранительные органы, это прокуратура, СБУ, полиция. В дальнейшем, после сбора этой доказательной базы и когда будет создан непосредственно трибунал на базе международного криминального суда, и туда, там будет создан трибунал, туда будут направлены все материалы уголовных производств с доказательствами, и уже в трибунале эти доказательства будут рассматриваться и устанавливаться виновность. Что касается желания установить непосредственных исполнителей этих военных преступлений, то действительно, да, мы в этом плане максимально хотим получить результатов и устанавливать непосредственных начальников военных частей, непосредственных военнослужащих, совершающих эти военные преступления. Таких кейсов у нас немного, порядка 30 подозрений в нашем регионе. Есть конкретные военнослужащие МРФ, которые непосредственно совершали военные преступления, потому что такую категорию дел очень сложно расследовать и устанавливать, кто непосредственно отдавал приказы, кто непосредственно отдавал, запускал ракеты, но мы в этом направлении работаем и продолжаем работать. Дмитрий, помимо обстрелов, которые сами по себе, да, как мы говорим, по умолчанию военные преступления, какие еще типы злодеяний расследует сейчас Харьковская областная прокуратура? Что еще, кроме обстрелов? Ну, кроме обстрелов, военные преступления, в принципе, РФ не может иные совершить без оккупации территории. Поэтому, соответственно, остальная категория дел – это те преступления военные, которые были совершены непосредственно в оккупации. До осени 22-го года была треть Харьковской области оккупирована, и непосредственно там совершены также тысячи преступлений, мародерства, убийства, изнасилования, кражи техники, вывоз сельхозимущества, пытки. Вот, собственно, это большая категория дел. Ну, и, в принципе, что касается военного направления, то государственные изменники, коллаборанты, это также таких много, особенно тех, кто перешел на сторону врага. Это порядка тысячи человек, установленных, которым оглашено подозрение на оккупированной территории в нашем регионе. Но это, наверное, больше все-таки епархия службы безопасности, или прокуратура тоже этим занимается? Мы работаем совместно в этом направлении. Служба безопасности Украины по определенной категории дел осуществляет следствие, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство, поскольку прокурорам работать с теми доказательствами и с теми данными, материалами, которые собраны следственными органами, прокурорам работать непосредственно уже в суде необходимо будет. И прокурорам важны те качества доказательств и объем их объективности для того, чтобы понимать, с чем работать и насколько реально доказать виновность человека, насколько доказательная база достоверна, объективна и всеобъемлющая. Вы, Дмитрий, упомянули, что действительно, когда была оккупирована часть области, преступники, оккупанты совершили много злодеяний, страшных преступлений. Было известно, два года уже прошло, известно, что правозащитная организация, Human Rights Watch в частности фиксировала и помогала с этим. Сейчас как с этим обстоят дела? Правозащитники участвуют, фиксируют, помогают вам в этом? Или сейчас это уже все на процессуальные рельсы поставлено, и это больше дело следствия, исследователей? Журналисты и активисты и частные группы по расследованиям различных обстоятельствах. Они, в принципе, работали и ранее, продолжают работать сейчас. Те данные, которые они собирают, они могут использоваться для уголовных производств, как доказательная база. Если там действительно есть информация, которая важна для следствия, которой еще, например, не было у следствия, то эту информацию используют из журналистских расследований, из YouTube, видео, откуда угодно. Это может быть приобщено как доказательство вне... Неважно от того, кто ее собрал. Даже если человек просто заснял какой-то факт военного преступления, случайно или специально, загрузил это в YouTube, мы найдем это видео, мы также можем это приобщить. Если журналисты сняли расследование с помощью АСИН, то они идентифицировали военных преступников РФ либо каких-то других коллаборантов. И неважно, кого, кто совершил преступление, мы также это можем приобщить к материалам уголовного производства. Мы это активно используем, потому что информации, фактов очень много. У каждого есть какие-то свои источники, открытые, закрытые. И это нам в том числе помогает в расследовании военных преступлений. Что ж, Дмитрий, я благодарю вас за этот разговор. Хочу сказать нашим зрителям, что в соответствии с конвенциями Организации Объединенных Наций, Европейской конвенцией, военные преступления не имеют срока давности. Поэтому преступники, ответственные за них, понесут наказание, когда бы это ни случилось. Спасибо, Дмитрий, вам и вашим коллегам за важную работу в установлении справедливости в этой жуткой, несправедливой войне. Благодарю вас. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко был гостем эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok